Но ужас в том, что с американской стороны или с французской стороны реальных предложений нет. Понимаете, посты Макрона и обсуждения в Совбезе ООН, ну давайте скажем, что Совбез ООН все-таки не самая эффективная площадка, так мягко говоря. Но обсудили. Дальше что? Что Макрон отправил миротворцев, что реально он принял участие в работе по делимитации, демаркации границы, что он реально что-то предложил там по коридорам. Нет, просто озабоченность. Ну хорошо, приняли, постановили. То же самое касается американцев. Американцы не готовы к противостоянию ни с Турцией, ни с Азербайджаном. Вы знаете, недавно я читал комментарии моего старого коллеги, друга, я смеюсь сказать, Армана Григоряна. Это профессор из университета Лихай, Пенсильвания. Это американский профессор, это не профессор МГИМО. Он много лет там работает. И он известный специалист, у него публикации есть в самых топовых рейтинговых изданиях. Так вот, Арман Григорян пишет о том, что даже выход Армении из УДКБ не означает помощи Армении со стороны НАТО. Даже Грузия не имеет плана действий по членству на всякий случай. Это даже не членство НАТО, это предпоследний этап. Украина не имеет. Грузия, несмотря на все гарантии включения в НАТО, не получила в 2008 году военной помощи. Украина его получает сейчас, но это в случае только прямого, скажем, столкновения с Россией, а многие годы не получала. И членство в НАТО не гарантировали. С чего вдруг Армении это членство должны дать? Продолжение следует...